Стрессовые ситуации. Что делать для того, чтобы исключить из нашей жизни вредное воздействие стрессовых ситуаций? Первое, надо научиться анализировать ситуацию. Вот когда вы находитесь в стрессовой ситуации, надо не паниковать, но сначала действуем, потом рефлексуем. Если произошла какая-то неприятная, негативная ситуация, неправильная реакция на нее, это кто виноват? Не ищем виновата, не надо думать, кто виноват, почему эта ситуация произошла. Да как такое вообще могло случиться? Нет, вот где все мысли мы отметаем, глубокий вдох, глубокий выдох и думаем, анализируем ситуацию, думаем, что в этой ситуации можно сделать. То есть анализируем ситуацию, не зная, что мы начинаем искать, причины, почему она появилась, все, это вы потом все сделаете. Сначала подумайте, какие действия вы можете предпринять здесь и сейчас, чтобы как-то разрулить эту ситуацию. Если же от вас ничего не зависит, расслабьтесь, все. Не надо напрягаться, думая, что ну случилось и случилось, да, и, ну, бывают, конечно, очень серьезные ситуации, да, там, как с близких и так далее, это тяжело переносится, но чаще всего стрессовые ситуации. Просто, да, многие вот глядя на меня думают, вау, круто, она живет в Таиланде, такие вообще стрессовые ситуации у нее там, да, все хорошо, все замечательно. Девочки, я прошла через такие ситуации, через которые, которые даже вообще никто не слышал. И я начала увлекаться психологией еще в 17 лет, причем не просто так. Я училась в самой криминальной школе города, жила в самом криминальном районе, я была там белой вороной, потому что я не пила, не курила, не материлась. Белась такая культурная, но при этом многие меня уважали, особенно самые главные хулиганы, они за меня горой стояли, но бывали ситуации, как бы, когда вот я все-таки влепала, я сначала пошла на дзюдо-самбо и вольную борьбу для того, чтобы научиться обороняться, а потом, когда меня просто девочки в туалете поймали, 10 человек, да, чтобы меня побить, потому что мне тому мальчику понравилось, и тут как бы я поняла, а я не все знала, что я занимаюсь дзюдо-самбо и вольной борьбой, и прекрасно понимали, причем специально подготовили девочки, которые тоже занимаются единоборствами, и знали, что меня надо спровоцировать, чтобы я первую удар, чтобы потом меня избить, и все. И в тот момент, как бы, я поняла, что физической силой не всегда можно защититься, и тогда я смогла договориться, и как-то спокойно вышла, да. И после этого я начала изучать как раз психологию. Я начала серьезно этим увлекаться для самообороны. И на самом деле это мне пригодилось очень сильно в жизни в последующей. То есть были такие ситуации, о которых многие даже вообще не представляют. Вот напишите, у кого-нибудь держали перед виском, да, заряженный пистолет, у кого держали, поставьте троечку. Вот да, да, заряженный пистолет, представьте, да, ситуацию. А нож перед горлом у кого-нибудь держали? Если да, ставьте четверочку, если ножик кого-нибудь перед горлом держали. А вот кого-нибудь из вас похищали, чтобы продать? Были такие ситуации? Поставьте пятерочку, ну, вдруг. А вот со мной, представьте, это было, и не раз. Меня похищали три раза, правда, первых два раза это было шуточно. Там горячие кавказские парни, да, чтобы меня в гареме ввести. Но в итоге я объяснила, что у меня не тот характер. И как бы уговорила вернуть меня обратно. А вот последний раз я, конечно, крупно влипла, и там уже обычные договоры не помогли, и мне пришлось там манипулировать жестко. Да, я в итоге вышла из той ситуации. Так что стрессовые ситуации я хорошо знаю, как с ними справляться. Первое, когда я попадаю в стрессовую ситуацию, я учусь анализировать ситуацию. Так, 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 что происходит? Вот человек сейчас вот кричит на меня, что на самом деле, и он хочет мне сказать. Потому что многие люди, они часто не умеют говорить, когда вот особенно какая-то проблема, да, они не умеют сообщать, что на самом деле их беспокоит. Они сначала тебя обвинят, выскажут свое недовольство, а потом вот за этим недовольством надо рассмотреть, додуматься, что же на самом деле человек имел в виду, да. Вот. Тоже, оказавшись в сложной ситуации, подумайте, чему хорошему может научить вас эта ситуация. Бывают ситуации, когда, ну, вообще положительного ничего нету, да. Меня похитили с целью продать сексуальное рабство. Меня продержали три дня. Было в основном моральное насилие, то есть у меня там говорили, что если я сбегу, то у меня на глазах расчленят мою сестру, да, брата там, все в этом духе. Но я просто анализировала, то есть вот что делает обычно в такой ситуации человек, да. Вот не трогайте моих родных, я все сделаю, что вы скажете, да, я поеду там в Арабские Эмираты с вами, все, я там не буду сбегать, вот только вот не трогайте моих родных и близких. А я просто анализировала по невербалике, вообще человек врет или нет. Это блеф или он в самом деле может это сделать. И вот в итоге я нашла, поняла, что это блеф, что ничего он ни с кем не сделает, и я спокойно выкрутилась из этой ситуации, я спокойно сбежала. Но я нашла, чем у меня учат этой ситуации, вы представляете? Главное в этой ситуации это научиться соблюдать спокойствие. Потому что если у вас начинается паника, если у вас начинается паника, то все, вы проиграли, вы проиграли в этой ситуации. Вот, поэтому когда вы попали в такую ситуацию, да, когда вот меня похитили, я о чем думала? Я думала, чего меня может научить эта ситуация в этот момент. И реально я поняла, о чем у меня хочется, что я могу взять из этой ситуации. И я как бы для себя осознала, что в последнее время я ищу работу. То есть я не искала, как заработать денег, я искала работу. И я работала до этого как раз в тренинговом центре, там на чистом энтузиазизме. Там была у них странная вообще... В общем, там были такие условия, на которых денег там не заработаешь. Там был 3000 оклад, и выше него прыгнуть было просто нереально. Но при этом мы были замотивированы на то, что нам дают знания, то, что мы проходим бесплатное обучение. И там я поняла, что эта ситуация мне показывает. Хочешь рабство? На тебе, получай! И когда я поняла, что да, на самом деле... Я начала думать, что я хочу от жизни. Чем занимается человек, который держит закрытые квартиры в чужом городе, чтобы перепродать в Арабские Эмираты. О чем думает человек? Человек думает, чего я на самом деле хочу от жизни. То есть, когда я в себе разобралась, когда я в себе разобралась, я как бы обратилась к высшим силам, сказала, окей, хорошо. Я приняла урок, я поняла, что я хочу теперь помочь. Дети мне из этого выбраться. И я начала думать, мне из этого всего выбраться, да? И пришло решение очень быстро, появились как бы люди, да? Я там изобразила приступ холецистита. Я как бы у меня там, вот я просто лежала, загинаю сутки. Мне уже говорили, мы открываем дверь, встань, короче, и уходи, да? Мы не будем тебя держать. А я говорю, нет, 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 у меня как бы все болит, да? Мне нужен врач. В итоге вызвали скорую, и врачу я губами сказала, что меня держат насильно, пожалуйста, спасите. И женщина набралась смелости, она забрала меня. Да, да, Ольга, было такое. Я много чего пережила. Но из всех ситуаций я научилась выходить. И просто когда у меня какая-то в жизни неприятная случается, я так поворачиваюсь назад и думаю, если я как бы вот по сравнению с тем, что было, это вообще фигня. Поэтому если я с тем справилась, за всем я вообще разберусь без проблем. Это для меня хорошая мотивация. То есть я еще беру силу из тех ситуаций. Вот. Следующий очень важный момент, если вы в серьезной стрессовой ситуации, важно расслабиться и вернуть душевное равновесие. Очень важный момент. Потому что когда вы в панике, вы не способны соображать. Какая бы сложная ситуация ни была, если вы будете психовать, вы не сможете принять верное решение. Вот в этой ситуации важно успокоиться, чтобы у вас была способность трезво мыслить. В стрессовых ситуациях самое важное – уметь трезво мыслить. вы сможете принять верное решение и найти выход из любой ситуации. И последнее. Учимся любить себя и заботиться о себе. Потому что если вы будете по-настоящему себя любить, то вы будете все меньше и меньше попадать в стрессовые ситуации. И эти ситуации, они не будут вас задевать как-то. Потому что чаще всего нас задевают какие-то повседневные дела, когда у нас недостаточно любви к себе, когда у нас заниженный самооценок, когда надо что-то доказывать, утверждать. Тогда нас задевают многие вещи, и мы сейчас находимся в стрессе. Научитесь любить себя по-настоящему. В конце я дам хороший блок, как достичь этих состояний. Потому что, да, легко сказать, а вот сделать попробую. Есть техники, есть определенные техники, которые помогают это сделать, которые помогли мне, и я расскажу, как это сделать. Продолжение следует...